Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, прежде чем я буду читать Слово Божие. Вот слушая пение, у меня так воспоминания юности пришли. Лет 60 назад я с молодежью как-то поехали в одну церковь, ну, чтобы там поучаствовать. Тогда это очень часто мы делали, молодежь много ездила. И я знаю, там тоже я декламировал какое-то стихотворение, а другие закрытым голосом, мило декламация. Ну, вроде все нормально, нам казалось хорошо, кончилось собрание, там сидел дедушка. Я его очень уважал, это был мой наставник, я его знал, он меня с детства знал. Я подхожу к нему, так обнялись, поцеловались, а он говорит, вот ты там рассказывал. Да, а что они, говорит, тебе мешали? А я как-то так, ну, дедушка не понимает этого, наверное. Ну, ничего ему не ответил, он не понял нашей юности. Прошло 60 лет, и я стал точно таким дедушкой. И вот сижу и думаю, я хочу слышать Слово. Я ни в коем случае не подвергаю критике вот то, что поют и сопровождают. Я просто выражаю просьбу к поющим. Вот если я не слышу Слово, а только музыка, оно не дает мне ничего. Вначале было Слово. Поэтому просьба к вам, друзья, учитывайте, что такие, как я, дедушки и бабушки сидят и напрягают свое ухо, но не слышат. Пусть Бог благословит вас. Я читаю место Священного Писания. Первое место, 45 глава книги пророка Исаии с 18 стиха. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет, и нова». 21 стих. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен. Наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного, спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякая колена. «Мною будет клясться всякий язык». Второе место – это же книга Исаии, сороковая глава. Мы читаем шестого стиха. «Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать, всякая плоть, трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вовек». Мое слово, тема будет «Неизменный Бог в изменяемом мире». Вот если, братья и сестры, вы были внимательны, с одной стороны, перед нами предстала картина, которую говорит сам Господь Бог. «Я вечен, я неизменяемый». Вот, братья и сестры, мы как-то не придаем этому значения. А с другой стороны, картина нас с вами, как трава, как трава. Вот смотришь, сидишь, смотрит, маленький мальчик, девочка бегает, и улыбается, и ты улыбаешься им. Это детство. Потом юность такая, знаете, ну, простите меня, юноши как петушки, девушки как распускающие лилии, а потом невесты, женихи, а потом статные молодцы, а потом согбенные старцы, на двух палочках ходящих и ведущих перед собой тележку. Изменяется все кругом. Братья и сестры, мы с вами живем в изменяемом мире. Вот когда смотришь, политика абсолютно непостоянна. Сегодня говорят одно, завтра другое. История, ну, кто жил в Советском Союзе, кто изучал историю, это поразительное свойство. Был царь, потом Ленин, потом Сталин. История постоянно переписывается. Стал Хрущев, переписали, и так далее. История переписывается, и сегодня Россия не имеет фундамента своей истории. Культура сменяется одна за другой. Римская культура, перхидская, греческая и так далее. Меняется. Экономика крайне не стоит на месте. Она изменяется. Мода за ней не угоняйся. Мы сами с вами свидетели, как она, ну, вы меня, простите, украшает или обезображивает человека. Мы сегодня это с вами видим. Возраст. Мы изменяемся и летим к кончине дней. Помните, сказал Моисей, дней, лет наших, 70 лет, а при большей крепости 80 лет, ибо проходят быстро, и мы летим. Братья и сестры, летим. Вот интересно еще, братья и сестры, в 101-м псалме 26-й стих написаны такие слова. Вначале ты основал землю и небеса дело твоих рук. Они погибнут, а ты пребудешь, и все они как криза обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся, но ты тот же и лета твои не кончаются. Вот, братья и сестры, наша планета, мы наблюдаем, мы живем на ней, говорят, тысячелетия, ученые, говорят, миллионы лет. Пусть говорят. Я просто хочу сказать, Господь, говорит, как криза, она обветшает. И нам Библия говорит, что земля, вот когда Господь встал и сел на своем престоле с суда, и написано, бежало от него небо и земля, и не нашлось им места. Петр говорит, земля и все дела на ней сгоря. Вот та земля, на которой жили наши предки, на которой был поселен Адам и Ева, все изменяется. Я просто это привожу для того, друзья дорогие, где нам найти фундамент, на чем нам укорениться, где эта скала, чтобы стать на нее. Вот, братья и сестры, почему Бог неизменяемый? Вот сегодня наши взоры, они должны обратиться к какому-то фундаменту постоянства. И когда Господь говорит, я вечен, я не изменяюсь. Я так рассуждал, в чем неизменность нашего Бога. Во-первых, Он неизменяем своей святости. Его кредо, Его основа, будьте святы, как я свят. Святость Божия. Братья и сестры, вы никогда не задумывались, вот когда Господь вел израильский народ по пустыне, вот они остановились возле Синая, Господь показал силу свою в Египте, казни, чудеса, знамения и рукой сильною вывел Израиль. Столб огненный, облачный, это они все видели. Видели, братья и сестры, и когда остановились перед Синая, нам трудно представить эту картину, там написано, Синай гора вся горела, дымилась. Это была ужасная картина. Израиль, окружая эту гору, если зверь прикоснется, посмеет, будет умершлен стрелою. И написано, они были в страхе. А когда Господь заговорил голосом и произнес десяти словия, они закричали Моисею, пусть Господь не говорит с нами, ибо мы все погибнем. Иди ты, Моисей, и говори. Братья и сестры, это воочию, но прошло всего сорок дней. Братья и сестры, сорок дней, когда Моисей поднялся на гору, чтобы получить, скрижали из закона, они посмотрели десять дней, двадцать, тридцать, где же наш Моисей, наверное, пропал на горе, сорок дней, они обращаются к Арону и говорят, сделай нам Бога, нам дальше надо идти, а у нас Бога нет, надо сделать Бога. Братья и сестры, когда они сделали вот этого тельца золотого, и начали там играть, плясать, и Господь говорит, развратился народ, который ты вывел, иди скорее, сойди. Братья и сестры, святость Божия. Я вот так порой сижу, размышляю, Господи, а что бы сделал я на месте Бога? Я вот просто размышляю. Мне кажется, у меня терпение не хвалит. Имея могущество, я бы все разметал там. Когда я вот размышляю о страдании моего Господа на Голгофе брат передо мной говорил, вот показал этот терний, возложили на голову и били. Есть такой гимн, когда они били палкой, они все сильнее хохотали. Им это было посмешище, это было глумление над Богом, над Сыном Божьим. Братья и сестры, и Господь молчал. Порой нам в автобусе кто-то неосторожно так наступит на палец, и мы святые люди поворачиваемся, говорят, медведь, куда ты становишься? У нас сразу все, кончилась наша святость. Мы так ответим, мало не покажется. Братья и сестры, как Господь реагировал. Петр, помните, выхватил меч, говорит, сейчас я там наведу порядок. Он говорит, вложи, там 12 легионов ангелов ожидают. Они в любую минуту придут. Братья и сестры, вы не думаете, что такое 12 легионов? Я где-то прочитал, римский легион состоял из 7 тысяч воинов. Если 12 легионов ангелов, читайте, в книге Царств, один ангел вышел в стан, а сирийский в одну ночь истребил 185 тысяч воинов вооруженных. Один ангел, то 12 легионов. Там от Голгофы места мокрого не останется. Святость Божия. Братья и сестры, он терпеливо нес все это. Почему мы увидим? Он не изменен в своей праведности, Братья и сестры, давайте будем с вами откровенны. Вот мы наблюдаем за собой, я за собой наблюдаю. Вот моя юноша, вот я начинаю приближаться к Богу, мне говорят, надо оставить мирские дела, надо привычки, пороки, я каюсь, прошу у Бога прощения, я это делаю. Бог одевает меня одеждой правды, братья и сестры. Проходит время, я на работе окружен друзьями, они предлагают, давай, я начинаю как-то себя оправдывать. Друзья мои дорогие, у меня есть какие-то оправдания на это, и моя святость, моя праведность начинает сползать. Мы это видим сегодня, мы видим это за своими детьми, мы это видим за собою, мы видим это в молодом поколении, поэтому кругом мы плачем, мы молимся, потому что молодое поколение, живя в этом современном мире, оно не смотрит нашими глазами, у них глаза немножко другие. Братья и сестры, мы не понимаем, что Бог праведен в словах своих и победит в суде своем. Так говорит Слово Божие, его праведность непоколебима. Мне порой это окажется, Господи, ну вот это Твоя праведность, а вот это я человек, ты одел меня одеждой правды, и ты хочешь, чтоб я поднялся к этой праведности, а я говорю, Господи, ты спустись к моей праведности, ну немножко снизойди, вот я не такой уж праведный, я не могу так праведно жить, опустись ко мне. Вот, братья и сестры, если Бог опустился к моей праведности, то небо потеряло правду, но он стоит в своей правде, и человека пытается поднять туда. Бог не изменен в своем могуществе. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени, по множеству могущества, в великой силе у него ничего не выбывает. Вот, братья и сестры, когда я читаю этот стих, у меня вообще разума не хватает. Понять. Не хватает. Я невольно вспоминаю свои юношеские годы, я как-то приводил этот пример, я учился в техническом училище, и там у нас были уроки истории различные. И помню, педагог, очень такой способный профессионал, она нам рассказывала, ну, помните, московские куранты, когда они били 9 часов, мы брали свои часы и подводили. Весь Советский Союз жил по московским курантам. Кто был в Москве, видел, как они бьют там, и, знаете, заворожено. И вот нам педагог говорит, а вы знаете, дети, мы тогда были нам 16-17 лет, что эти куранты тоже ошибаются? Их надо проверять, и там есть люди, и они проверяются по ленинградским часам, Санкт-Петербург. Эти часы там под земелью, в бункере, там нет звука, и эти часы, они проверяют московский курант, и мы сидим, как завороженные. Она потом говорит, и ленинградские часы делают ошибки, они проверяются по лондонским, потому что Лондон находится на нулевом меридиане, широта рядом с Ленинградом, и они проверяются по лондонским. А потом говорит, и лондонские ошибаются, мы рот раскрыли, а где же проверять? И она тогда нам говорит, лондонские часы проверяются по движению небесных светил. Мы вздрогнули. Вот это махина, миллиарды звезд, миллиарды движутся в нашем пространстве. Братья и сестры, кто следит за этим движением? Вот Земля летит со скоростью 30 километров в секунду. Вот, братья и сестры, притяжение, коррекция, кто это делает? Я когда-то увлекался астрономией, так, любительски, читал, вот, братья и сестры, когда читаешь, начинаешь разум отказываться постигать. Вот представляете, только наш Млечный Путь, наша Галактика, где находится наша Земля, она насчитывает 2 миллиарда звезд. Вернее, 100 миллиардов звезд, братья и сестры. Одни говорят 100, другие 200. Но галактик в космосе миллионы. И они все движутся, они не сталкиваются, они имеют свою орбиту. Кто это там направляет все это движение? Братья и сестры, могущество нашего Бога, если взять нашу Землю, которая кажется так огромна, она, если сравнить со всеми светилами, планетами, она как маленькая пылинка, я где-то прочитал научное изыскание, если она упадет на Солнце, она будет гореть всего 2 минуты, то есть огромное светило, и все это движется со страшной скоростью. Братья и сестры, могущество Бога. Я просто это показываю, друзья дорогие, наше отношение к Богу. Бог не изменен в своей любви. Нам только что высветили любовью вечную, я возлюбил тебя. И, братья и сестры, эта любовь, любовь нам непонятна, непонятно, как Господь терпит нас, как Господь терпит население планеты. Вот посмотрите, сколько у Его методов. Вот земля разврачилась. Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками. Прошел потоп, Он 8 человек оставляет в живых. Прошло немного времени, развратилась снова наша планета. Он выводит одного человека, Авраама. От тебя я произведу народ. Братья и сестры, это действие Господа. И мы видим израильский народ. Столетия проходят, блуждания, отвержение Бога. Они поставили различных истуканов. Особенно, когда читаем Монасию, Господь не мог терпеть этого. Братья и сестры, а потом мы, язычники, Он присовокупил. Если бы мы могли сегодня, в этот час, иметь такое обозрение, вот то, что у нас сегодня происходит, на всей земле люди поклоняются Богу. Братья и сестры, это любовь Его. И Он это делает не потому, что мы что-то значим. В книге Псалмов написано, если бы нас всех собрать, ну, живущих на этой земле, вместе, то все мы были вместе легче пустоты. Это сравнение. Это какое? Библия делает. К Господу не составляет трудности создать другой народ. Он неоднократно говорил, Моисея, отступись от них, и я истреблю их в одно мгновение от тебя. Братья и сестры, это любовь нашего Господа. На любовь Божию к нам не влияет наша национальность. Бог нелицеприятен. Это очень хорошо испытал Петр, когда он пришел в дом Корнилия. Он говорит, моя религия не позволяет общаться с вами, вы язычники, но Бог открыл мне сегодня чтобы я не почитал нечистым никакого человека. На любовь Божию не играет роль наша образованность, наша культура. Братья и сестры, мы разные люди. Я вот так размышляю, если бы сегодня у нас тут появился пророк Илья, громовержец, Библия о нем как говорит, то мы бы сказали, наши братья старожа, старичок, а ну-ка уйди. Он был очень такой, брошенный весь, одеяние его такое. Или появился сейчас Иоанн Креститель из верблюжьего волоса. Братья и сестры, Господь не на это обращает, не на образованность, потому что написано, не мудрых мира избрал Господь. Не наша культурность. Мы разные люди. Кто-то очень культурный. И Господь говорит, мы читаем, немного из вас благородных, немного. Господь, на его любовь не влияет наша религиозность. Помните, храм мытарь и фарисей? Вот если бы мы там были арбитрами, вот тут фарисей стоит, а там мытарь. Мы бы так посмотрели. Благодарю Тебя, Боже, что я даю Тебе десятины, смяты, всего. А мы слушаем, а тот этот ягод грабил, я вот то делал, будь милой, ой, ой, мытарь, о, о, праведный человек. Мы бы так, я бы, наверное, так сделал. А Господь посмотрел иначе, говорит, этот пошел более оправданный, нежели сей. Братья и сестры, религиозность не влияет на любовь Божию, даже наша греховность. Друзья дорогие, мы все грешные, посмотрите, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Помните, когда Христос вот с мытарями встречался, говорил, а его упрекали фарисеи, он ест и пьет с мытарями грешниками, почему он не с нами праведниками? И Господь сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Это любовь Божия. Я сегодня хочу сказать, братья и сестры, вот в наши отношения с Богом мешалось такое естество, как грех. Почему грех разделил человека от Бога? Эта пропасть стала непроходимая? Давайте будем откровенны. Мы к греху относимся с каким-то пониманием. Потому что все мы много согрешаем. И мы всегда находим какое-то оправдание. Самый последний грешник, он как-то хочет себя оправдать. Мы называем грех случайностью, неосторожностью, недостатком, слабостью, мелочью, ошибкой. Мы так относимся к греху. Мы как-то снисходительны. Ну, у них была свадьба, там вот они напились. Ну, надо понять их. Мы как-то оправдываем эти действия. Недавно я в газете прочитал такой юмор. Двое алкоголиков. Мы, говорят, решили бросить пить. А потом взглянули на календарь, а там написано «Сегодня день взятия Бастилии». Ну, как, говорит, удержаться? Надо отметить этот день. Оправдание есть какое-то. Они не знают, что такое Бастилия. Они не знают, когда ее взяли, где ее взяли, где она находится. Но в календаре написано «День взятия Бастилии». Мы оправдываем наши пороки, и мы так не сходим. Друзья мои, порой говорят, ну вот у них наклонность такая. Ну, ничего как-то. Братья и сестры, Бог на грех смотрит совершенно иначе. Он называет грех слепотою, болезнью, беззаконием, безумием, рабством, мерзостью, трагедию. Грех катастрофически влияет на человека. Я это говорю для того, друзья дорогие, чтобы мы, сидя здесь на скамейках, я понимаю, мы оправданы, мы дети Божьи. Мы удалены от мерзости этого мира. Я хочу это довольно твердо сказать. Бог изменил нас. Бог омыл, оправдал. Но если мы будем откровенны сами с собой, сами с собой, мы можем проверить, куда смотрят наши глаза, какие мысли витают у нас, что мы слушаем, как мы ходим, как мы одеваемся, как мы поступаем, что мы говорим. Братья и сестры, мы заметим, что невольно это греховное проявление нашего тела, оно влияет на наше хождение пред Богом. Я не говорю об этом мире, который утопает во грехах. Грех поражает все области жизни человека. Грех разрушает все святое и доброе в человека. Удел греховного человека, погибель, выхода нет. Порой атеисты, когда вот они дискуссируют с верующими людьми, мне лично приходилось многократно-то слышать. И когда говоришь неверующим человеку, удел твой, у тебя нет будущего, твое дело погибель. И он тогда говорит, ну что ж это за Бог ваш? Вы говорите, что он любит. А что ж он нас в озеро огняет? Они говорят, на сковородке будем жариться. Как это так понять? Братья и сестры, я понимаю этот вопрос так. Бог предложил, говорит, жизнь и смерть я предложил тебе. Избережь жизнь, чтобы жил ты, потомство твое. Это Бог предлагает человеку. Но если человек избирает греховную жизнь, отдаление от Бога, братья и сестры, тогда не жалуйся на Бога. У Бога в святом месте, царстве Его, нет места для греха. Поэтому Слово Божие говорит, в город Новый Иерусалим не войдет ничто. Нечистое, преданное мерзости и лжи. Бог не может поместить именно от Его метод соделать народ праведный. У нас единственный выход. Вот, братья и сестры, Господь не отталкивает греховного человека. Он не говорит, вот если пришел к нам пьяница, такой, знаете, страшная, и постучал, говорит, можно у вас переночевать. Вот такой, что б я сделал. А у меня сразу, знаете, тут рвота подступает от его вида, от его запаха. Я закрываю дверь, идите, идите, идите дальше, пожалуйста, уходите. Я не могу вас пустить в свой дом, мы не можем согласиться. Братья и сестры, Бог так не поступает. Он говорит, придите ко мне все концы земли и будете спасены. Нет воли Божьей, чтобы погиб кто из малых сил. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это воля Божья. И человек избирает. Посмотрите, что говорит Слово Божие. Неизменный Бог разрушает греховную сущность человека и говорит, тогда придите и рассудим. Говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, изменяет, оправдывает человека. Посмотрите, он спас нас не по делам, праведности, которые мы сотворили, но по своей милости в бане и возрождение и обновление Святым Духом. Братья и сестры, остановитесь на этом месте Писания. Бог прекрасно знает, что если нас просто оправдать, омыть от греха, я как-то вам рассказывал, алматинцы, наверное, помнят, у них там одна церковь, утешение, она занималась на праздник, или Пасхе, или на Рождество, они собирали бомжей. Они приводили их в баню, там мыли, одевали новую одежду, там делали для них такой, знаете, хороший обед и проповедовали им Слово Божие. Эти бомжи очень радовались, покушали, обновку помылись, но они завтра уходили в то же состояние. Они оставались бомжами. И до следующего года Бог так не делает. Братья и сестры, зная нашу натуру, что мы не можем обновлять самих себя, Он дает баню обновление Духа Твоего Святого. В чем суть, братья и сестры? Я порой, когда приходится мне беседовать с некоторыми верующими, которые, говорят, вот пытаюсь, ну хочу, не получается, падаю, вот наркотики, вот то другое. Друзья, дорогие, вся причина в том, что Дух Святой не работает в вашем сердце. Он не может работать, потому что вы в нем не нуждаетесь. Но когда Дух Святой наполняет наше сердце, братья и сестры, он как нянька, нянчит нас. Он удерживает, братья и сестры, и бы дал Бог Духа, любви, силы, целомудрия. Вот почему мы иные люди, вот почему мы отличаемся от людей мира, вот почему у нас нет тех мерзких грехов, которые приводят нас в ужас, потому что действие Духа Святого, оно пребывает в нас. Посмотрите, и вас, бывших, Колоссянам 1,21, и вас, бывших, некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам ныне примирил в теле плоти его, смертью его, слушайте внимательно, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред Богом. Вот я читаю это место, Господи, это я неповинный, это я непорочный, когда я вижу массу своих недостатков, братья и сестры, это все в результате жертвы Голгофы. Вот почему, когда Иоанн увидел там Сына Божия, в пятой главе, откровение там написано, посреди престола я увидел Агнца, облаченного в запятнанную одежду, кровью запятнанную, вот читаешь, Господи, ну надо какую-то царскую, величественную, а он одет запятную одежду. Я это так понимаю, вот откровение говорит, что дьявол там на нас клевещий день и ночь, вот сегодня, братья и сестры, вот мы сидим здесь, а он там клевещий, говорит, вот он и сидит, вот тот сидит, называет наши имена, посмотри, он сидит, служит, а взором блуждает, там вот приду домой, возьму удочку, да пойду вот на рыбную, ну к примеру я привожу, он это ловит и говорит Отцу Небесному, как он имеет доступ, я не могу объяснить. Братья и сестры, там рядом сидит наш адвокат, наш ходатай, Иисус Христос, он встает и говорит, уплочено, я заплатил за этого человека сверх всякого. Братья и сестры, поэтому мы в очах нашего Господа, Отца Небесного, мы не повинны, мы не порочны, мы оправданы, потому что мы приняли его в свое сердце. Это Господь сотворил. Вы, может быть, сидите и думаете, что нужно сделать? Как нам приобрести этого великого Бога? Братья и сестры, я сегодня обращаюсь к тем, кто небрежен. Я дома молюсь, у меня много детей и много внуков. Я так наблюдаю за ними, этот активен к Богу, этот служит, это делает, этот какой-то так в сторонке. Я говорю, небрежные мои дети к спасению, я особенно за них молюсь. Господи, моих небрежных детей, которые не понимают, особенно, особенно потревожить. И Господь сегодня говорит, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Какая хорошая, братья и сестры, анкета. Как хорошо Господь показывает, что нужно делать. Остановитесь на путях ваших. Вся беда в том, что когда люди, которые находятся в пороке, в небрежении о Боге, они не думают об этом. Не думают. Вы меня простите, я сегодня с вами очень откровенен. Когда я вот сижу там сзади, вот так смотрю, ну поглядываю. Ну я же бывший пресс-витер. Пресс-витер обычно надзирает над всеми. Апостол Павел называет, или Лука, блюстители. Дух Святой поставил. И вот смотрю на молитвы, кто-то из молодежи там что-то чистит, кто-то улыбается, кто-то с собой переговаривается, кто-то роется в сумочке, кто-то девушке поправляет свой, знаете, причесочку. Тут все, братья и сестры. Это говорит о том, что мы вдали от Бога. Мы не трепещем перед Богом. Если Он неизменный своей праведности, святости, могуществе, как мы должны стоять перед Богом. Вот когда читаешь Исаию 66 главу, там написано, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред словом моим. Я презрю. Братья и сестры, друзья, молодежь, пожилые, отцы и матери. Вот мы пришли на собрание. Брат говорит, помолимся. Сейчас я приглашу к молитве. Что мы говорим Богу? И молимся ли мы вообще? Я не говорю, надо молиться всем вслух. Я так не понимаю. Может, потому что я глухой, и когда молятся, я вот тут стою, я порой не слышу, молятся или нет, и стараюсь сам начинать. Я просто не слышу. Братья и сестры, мы стоим перед Богом. Если в это время мы занимаемся своими делами, мы наводим марафет своему телу, своей прическе, это отношение небрежности к нашему Господу. Вот на кого я презрю. Кто трепещет передо мною, кто сокрушенным сердцем ищет меня, братья и сестры, в этом успех нашего духовного состояния. Вот поверьте мне, мне много приходилось быть у постели умирающих людей. Я вот это вижу. Вот как к кому-то приходишь, а там душа ликует, там страдания, боли. Не помню, помню, в Чемкенте у нас тут есть брат Комлев Леонид, так это его папа умирал, рак желудка. Я помню, я молодой был, зашел к нему уже, я был проповедник, наверное, диакон, он лежит уже последние дни. Я вижу, как он страдает. И он мне говорит, Николай, не обращай внимания на меня. Я иду к Богу. У меня все там. Мне очень больно. Мне очень тяжело. Но я скоро буду с Господом. Братья и сестры, язык, мол, молчал. Я пришел утешать, мне нечем утешать. Он меня утешает. Помню бабушку, которая вот умирала тоже, трак печени. Как она молилась. Господи, мне тяжело. Но я скоро буду с Тобою. Братья и сестры, и стоишь у этих людей. А порою, друзья дорогие, вчера мне звонит одна душа с Казахстана. Она меня уже замучила звонками. Вот почему у меня так? Почему я ругаю людей? Почему я Бога ругаю? Я говорю, извини, это я должен у тебя спросить, почему это с тобой? Я и вчера так сказал. Ну почему ты скажи мне? Я говорю, ты сколько лет вне церкви? Больше двадцати лет. Что ты сделала за это время, чтобы приблизиться к народу Божьему? Ничего. И ты теперь говоришь, почему с тобой это происходит? Почему ты не ищешь слияния с церковью? Братья и сестры, мы порой поступаем страшно небрежно. И я ей сказал, ты порой с Богом разговариваешь, как будто со своим соседом. Она как-то мне говорит, я молюсь Богу, Господи, ответь мне на это. Если ты не ответишь, пусть дьявол отвечает. Я говорю, ты с ума сошла. У тебя безумие. Ты так говоришь с Богом. Братья и сестры, когда мы теряем вот это состояние, может, там одержимость, я знаю, чимкенцы, они уже поняли, о ком она многим так учает, может, там одержимость, может, там физический недостаток, но он связан с Богом. Человек ругает Бога. Откуда может изнутри, кто это говорит? Это вопрос другой. Когда мы не сокрыты в башне, имя Господа, крепкая башня, убегает туда праведник и безопасен. Я ей говорю, сестричка дорогая, ну пойми, вот сколько я слышу, ты единственный человек в таком состоянии из моих знакомых. У меня много братьев, сестер, друзей, знакомых. Я не знаю никого. Поэтому покопайся, что с тобою произошло. Почему с тобой это? Небрежность в отношении к Богу. Я этот пример провожу специально к тому, если мы небрежны сегодня к Богу, абсолютно все возрасты, братья и сестры, мы должны трепетать пред нашим Богом. Трепетать. Это Бог силы, могущества. Мы не постигаем Его. И пусть у нас благословит, друзья, дорогие. И вот последнее. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив, был. Это братья и сестры, 33 глава из Гиля. Это Господь говорит, не хочу, хочу спасти всех. Все пришли к Нему от нашего отношения к Богу. Бог вечен. Это единственное место во Вселенной, где Бог непоколебим. Он вечен. И нам нужно туда стремиться, укрыться в тени Его шатра и получить эту безопасность, этот мир, эту тишину. Братья и сестры, как легко тогда жить. Сознаешь свои согрешения, видишь свои недостатки, но идешь к Богу. Братья и сестры, чувствуешь, как Он близок к тебе, как Он покрывает милостью, когда мы трепещем пред Ним. Я особенно хочу это сказать молодежи, не увлекайтесь миром. Ваше увлечение миром отдаляет от Бога. И мы тогда облуждаем в потемках. Да поможет нам Господь, и да благословит Он нас в этот час, Аминь. Помолимся, братья и сестры. Аминь. Аминь.